Запретный плод сладок, так утверждает депутат народного хурала Леонид Бляхер. Именно он предложил увеличить время продажи алкогольной продукции в магазинах республики. В первую очередь депутат считает, что с сегодняшним ограничением в Бурятии растет потребление самогона и суррогатного спиртного. Мы потеряли только за прошлый год, за 9 месяцев прошлого года, 200 миллионов только по виноводным изделиям оборотного. Плюс, не считая других товаров, то есть зарплата у продавцов уменьшается, отчисление налогов также уменьшается. И после 9, особенно в деревнях, происходит, значит, что водка идет суррогатная, сплошь и рядом. В качестве примера суррогата Леонид Бляхер привел боярышник. Это косметический лосьон, в котором содержится около 70% спирта. По его словам, молодые люди, особенно в деревнях, все чаще стали распивать этот вид алкоголя. Однако слова депутата вызвали шквал недовольных возгласов со стороны присутствующих. Никто прерывает, прошу не прерывать. Это реклама. Тихо, тихо. Это запрещено показывать в деревне бесплатно. Кого? Какая реклама? Это за деньги рекламируется. Николай Кимович. Я без всяких денег рекламирую. Я не рекламирую, я говорю, что вот это надо запрещать. Я не рекламирую его. У меня нет цели такой рекламировать. Сейчас только что рекламирую. За круглым столом сегодня присутствовали депутаты, врачи, общественники и даже религиозные деятели. И ни один из присутствующих не поддержал идею Бляхера. Предложения и те мысли, которые в пользу продления с 21 до 23 часов, в первую очередь связаны с этим чисто экономический интерес. Не берите грех на душу. Не поднимайте эту ситуацию продлению. Большой грех. Большой грех. А нехватка чего-то вам, в вашей деловой партии, вполне будет достаточно для того, чтобы вас помнить. Не берите грех на душу. Мы здесь в этом ключе, конечно, надо нам объединять усилия. И наоборот думать, что же мы можем сделать так, чтобы у нас как раз вот эта антиалкоголизация нашего населения происходила лучше. Продолжительность продаж алкоголя положительно связана с его потреблением, утверждают врачи наркологического диспансера. По их словам, в регионах, где были сокращены суточные сроки торговли спиртным, пьют несколько меньше. Устоит ли хурал перед алкогольным лобби, узнаем на ближайшей сессии. Наталья Домбаева, Вячеслав Батоев, Первая альтернатива.